Практическая психология Практически с родителями Они говорят, мне сложно об этом Говорить со своим ребенком И так примерно в возрасте 5 лет Ребенок начинает понимать, что жизнь конечна Именно в этом возрасте мы Педагоги и психологи сталкиваемся с тем Что у ребенка появляется, например, страх смерти И кто-то проживает это самостоятельно Не задавая никаких вопросов А кто-то, и слава богу, да Начинает задавать эти вопросы родителям Что такое смерть мамы Каким образом родители должны Говорить на эту тему? Ну, во-первых, про страх смерти Мне бы хотелось сказать тоже как психологу Не стоит его пугаться Потому что в возрасте 5-6 лет Это вполне нормальный возрастной страх И когда дети боятся смерти Они боятся чего-то необъяснимого То есть они не понимают, что это такое Поэтому хорошо, если ребенок задает Маме вопросы, которые ее порой ужасают Мама, ты умрешь И когда это произойдет Хуже, когда ребенок это замалчивает И вот с этим страхом смерти Нужно разбираться, просто информируя Ребенка, собственно, что такое смерть И, конечно, вот хотелось бы сказать Прежде всего об ошибках родителей В этом отношении Не стоит сравнивать смерть, например, со сном То, что человек как будто бы засыпает Или там животное как будто бы засыпает Иначе мы порождаем другие страхи То есть получается, что ребенок Будет бояться заснуть Мама, когда я засну, я не умру Будет такое спрашивать А проснусь ли, да? Да То есть все-таки смерть это не сон И лучше сразу сказать ребенку о том Что смерть это такое состояние Когда человек не дышит Не двигается Когда он умирает Ну, не куда-то уходит или уезжает Что вот его не существует уже как человека Вот иногда мы даже рисуем прямо на листочке Линию жизни Есть такая тематика Мне она очень нравится С детьми как раз с пятилетнего возраста Это можно проделать Главное, чтобы были листочки такие, знаете, длинные Мы иногда даже склеиваем их, да? Мы ставим точку и говорим Вот это ты родился А теперь веди такую линию, какую ты хочешь На весь этот листочек огромный И вот он ведет, ведет, ведет И поставил точку Где-то там бескрайней, да, бесконечности Какой-то И вот это тоже Смерть это тоже часть жизни Да Без нее жизни бы не состоялось Да, то есть важно объяснять ребенку Что есть такая последовательность Да, сначала мы рождаемся Сначала мы вот такие малыши там Да, потом мы растем Взрослеем Стареем и умираем То есть вот это как такое Тоже причинно-следственная связь Последовательности Которую важно понимать детям И важно ребенку Вот как я уже тоже сказала Не говорить, что, например, вот Умерший куда-то уехал Или там, что он исчез Потому что для детей важно Вот прямо понимать А что такое смерть И они будут бояться Просто исчезнуть Испариться Или у них будет страх Например, вот мы сталкивались тоже в практике Да, когда мама с папой развелись И папа уехал Да, и для него было ощущение Что как раз папа умер Да, то есть вот это тоже И мы как взрослые С вами должны Как бы давать очень адекватную информацию Ребенку о происходящем Да Вот, кстати, еще такой момент Например, если вдруг кто-то из родных и близких Умирает То очень часто родители спрашивают А каким образом нам вообще рассказывать о смерти Да, и можно ли ребенка брать, например, на похороны Ну вот считается с того момента Когда ребенок уже становится сознательным То есть он переходит границу раннего возраста Границу трех лет Он начинает понимать, кто такой я Кто такой другие То его уже можно брать на похороны И даже нужно брать на похороны Потому что вообще у ребенка есть право на печаль Есть право на прощение с близким На прощание На прощание, да, прошу прощения На прощание с близким человеком Поэтому он должен видеть, что этот человек уже умер Да, что вот Что такое вообще смерть И вот все эти обряды, которые у нас с похоронами связаны Ребенок тоже должен вот их наблюдать И понимать, что это такое Единственное, что мы не рекомендуем Сам процесс захоронения Брать ребенка, да В таком возрасте В дошкольном периоде Потому что не для каждой психики Это как бы, да, может справиться Как вот, например, только что родная Например, бабушка или дедушка Да, были погружены вот в эту самую землю И закопаны Да, но сам обряд прощания Когда вот там некоторые, например, отпевания В церкви В церкви, да Это важно все-таки быть Важно, чтобы ребенок тут же там стоял Например, видел, что это такое происходит Но нужно предварительно ребенка подготовить Потому что у него может быть вот в самом процессе Много вопросов И это нормально, что ребенок этим интересуется Поэтому лучше заранее до похорон Еще рассказать ребенку Что вот сейчас мы тебя возьмем, например, на прощание с бабушкой Вот, что мы сначала пойдем в церковь Там вот будет, например, поп отпевать Вот там будет молитвы читать и так далее То есть объяснить, в принципе, процесс, что будет происходить Потому что когда ребенок... И объяснить, для чего это, да? Ведь это тоже больше для живых, нежели для умерших, правда? Да, что мы должны попрощаться Что вот, да, там, например, вот бабушка Ну, тут тоже зависит еще, кстати, от религии Тут очень эта тема смерти связана с религией Вот мне бы тоже хотелось как бы это сказать Что каждая семья, она выбирает сама Как вот вообще объяснить ребенку, куда потом уходит душа, например И вообще уходит ли куда-то она Вот, потому что некоторые родители объясняют Что вот, например, душа бабушки сейчас на облачке Вот, что или они уходят к Богу Или там еще как-то Вот, и если есть такой момент То это хорошо, потому что ребенок еще может что-то сказать Как-то попрощаться, еще что-то там Задать вопросы Когда уже там бабушка, например, будет на облачке Вот, и у меня были такие тоже в практике дети Которых приводили родители И дети, на самом деле, очень адекватно воспринимают эту тему смерти Если им все это объяснить И они говорили, что вот Вот мне хочется, вот мне интересно узнать там у бабушки А вообще, как выглядит Бог Я говорю, ну, задай вопрос там Вот, посмотри на небо там, да Если родители объяснили тебе, что вот на облачке бабушка сидит Вот, задай вопрос И как выглядит Бог Вот, потому что детям на самом деле Вот интересны разные вот детали Какие-то мелочи там, да И для детей все-таки очень сложно еще принять Что вот жизнь конечна Потому что у них все-таки воображение развито Фантазия У них вот, они живут в таком мире фантазий И они могут представлять себе, что вот где-то там бабушка все равно путешествует Где-то вот она их может наблюдать И мы, конечно же, не разочаровываем их ни в коем случае Потому что это своего рода такая сказка терапия, да? Да, и это такой момент прощания все-таки Это момент привыкания Отпускания, да, от человека, который для тебя был важен Да, это хорошо, что вот у детей такая гибкая психика Что она их немножко тоже оберегает И позволяет им еще дольше вот момент проститься Более длительный Про эмоции тоже вот хотелось бы сказать Потому что некоторые родители даже стыдят своих детей за то, что они не плачут Бывает такое, что вот там, например Или как-то они с опаской реагируют на детские эмоции Во время того, когда вот они сталкиваются со смертью Некоторые дети могут испытывать гнев Они могут сердиться Злиться Да, злиться И бывает, что, например, если умирает там брат или сестра, допустим Они могут злиться даже на себя Что вот я живой, а вот они умерли И на самом деле вот это может вызвать достаточно такие серьезные глубокие проблемы Поэтому в моменте вот еще прощания с близкими людьми Важно оговорить, что смерть это такой естественный процесс И бывает, что да, она наступает внезапно Но в этом никто не виноват Да, и в том, да, это происходит независимо Никто не может контролировать этот процесс, да? Да Что ребенок это тоже понимал Да, что мы не можем вот никак на это повлиять Потому что у детей все-таки эгоцентрическое мышление Они думают, что вот от их мыслей, от их поведения зависит окружающий мир Что если бы они вели себя лучше, кто-то был бы жив, допустим И вот важно вот как-то это обговорить Не акцентируя, может быть, там, внимание на ребенке Что вот ты не виноват в этом, да? Просто, что вот никто в этом не виноват Вот бывает, такое происходит И также позволять ребенку не плакать, если ему не хочется Потому что некоторые родители навязывают вот эту печаль Мы с вами знаем, что есть разные стадии переживания горя Бывает, что отрицание, вот эта первая стадия, она длится очень долго И ребенок еще не может вот понять, что ребенка, ну, человека не существует Что человек умер Поэтому важно вот ребенка просто оставить вот с его эмоциями Не требовать от него каких-то других эмоций Пусть он переживает их в своем темпе, так скажем Но если он, например, запрашивает помощь, да, то тогда, конечно, мы всегда транслируем Что я рядом, я принимаю все твои выражения, эмоции, да То есть потому что иногда же родители, например, пугаются того Что, например, ребенок не плакал, не плакал А потом начинаются проявления какие-то, например, с точки зрения поведенческие, да И как на это на все реагировать Или бывают дети, наоборот, радуются И родители начинают их порицать, что вот они вот смеются, хохочут Даже вот как бы я помню из своего детства Что вот когда, например, там были похороны То собирались же обычно все родственники Все-все-все дальние-дальние И это на самом деле могло восприниматься как такое радостное событие Что я увидела всех, кого не видела очень давно Вот И очень важно вот за это действительно не порицать ребенка Что он просто, он радуется не самому факту, что вот сейчас прощание с любимым человеком А он радуется тому, что вот он у всех родственников увидел И, в принципе, любые эмоции тут допустимы Но важно, конечно, поддерживающую терапию все-таки в этот период ребенку оказать То есть, например, это может быть арт-терапия Очень хорошо с детьми идет вот именно рисуночные вот эти вот все тесты Когда там, например, нарисуй там бабушку или дедушку, который вот умер Да, что бы ты хотела им еще сказать, например, да Да, там можно вот с рисунком поговорить У детей действительно хорошее воображение И они могут вот пообщаться Дети постарше, они могут уже, ну, подростки имеется в виду Они могут, наоборот, очень замыкаться Вот в период именно прощания, в период смерти Поэтому важно как раз-таки с ними просто вот говорить и демонстрировать свои эмоции Важно, чтобы родители не стеснялись своих эмоций Не стеснялись плакать при детях Не стеснялись там как-то вот даже рыдать там или сильно переживать Потому что ребенок должен понимать, что все эмоции допустимы вот в этот момент И с детьми постарше, с подростками можно там применить, например, технику пустого стула Которая известна тоже вот психологам там, да, из гештальтерапии Когда мы представляем, что вот этот человек там сидит рядом Мы можем ему что-то рассказать Можно поставить для удобства фотографию вот этого ушедшего человека И с ним поговорить еще, вот сказать что-то, попрощаться Вот такая непростая тема Но она, тем не менее, является частью нашей жизни И поэтому мы ее ни в коем случае не исключаем, не прячем, не замалчиваем Да И еще очень интересный момент Значит, смотрите, тема смерти может всплывать не только, вот как мы говорили По возрастным нормам в 5 и там в 6 лет, да Но иногда дети задают эти вопросы и раньше, да И тогда мы с вами, конечно же, смотрим все-таки, какого возраста ребенок И насколько он готов принять ту или иную информацию То есть мы всегда через призму возраста, да, разговариваем на все темы с детьми Давайте еще одну тему, она тоже очень популярна Откуда же мама, папа, я взялся? Да, и вообще про, например, а вот у Маши вот так, а у Саши вот так Да, про вот эти полуролевые какие-то компоненты вообще нашей личностной характеристики, да В каком возрасте чаще всего дети интересуются и задают эти вопросы? Это тоже дошкольный возраст, от 3 до 5 лет чаще такие вопросы И этих вопросов также не нужно бояться, как и любых других Потому что это вполне нормальные вопросы для детского возраста Они интересуются, конечно, откуда они появились Тут тоже может быть, кстати, связано и с религиозным мировоззрением Потому что некоторые говорят, что там вот, например, там Бог тебя послал там, например Но тоже все-таки нужно объяснить сам процесс появления, что это не в капусте, не от аистов Но я думаю, что сейчас родители все образованные, по крайней мере, вот мне попадаются Они как-то этих сказок избегают Но, тем не менее, мы-то с вами, помню, выросли на капусте и на аистах, да? Да, ну вот мне очень, кстати, понравилась версия моей мамы, которая мне объясняла, откуда я появилась И вот мне бы хотелось тоже привести ее в пример Я ее часто тоже объясняю детям, например, совместно с родителями Что мне очень хотелось ребенка Вот мама мне объясняла, что и вот мы с папой ходили, мечтали, смотрели на звездочки Вот звездочка упала, мы загадали желание, ты появилась Вот, ну, конечно, возникают дальнейшие вопросы Как это я появилась, откуда и так далее Что-то за звезда такая была Да, да, вот И важно, конечно, сейчас уже детям объяснять, что, например, без там папы не появляются дети Да, что, например, там ребенок – это соединение клеточек мамы и клеточек папы Вот, но, опять-таки, мы, конечно, через призму возраста, как уже, да, говорили ранее То есть в возрасте трех лет еще ребенок Ребенку сложно вообще представить, что такое клетки Вот, поэтому тут могут подойти очень сказки То есть есть, например, хорошая очень книжка, которую родители могут почитать вместе с детьми Что было до того, как меня не было Так и называется Вот, и там про маленького мальчика Илюшу, который вот появился Там мама с папой встретились, любовь и так далее То есть там целая такая вот история приятная, сказочная Понятная ребенку, да, когда ты читаешь Да, то есть для детей уже чуть постарше Например, есть тоже такая книжка «Откуда я появился» То есть очень хорошая энциклопедия Там уже более подробные рисунки Где можно уже посмотреть даже строение половых органов И на самом деле вот важно, тоже про ошибки немножко скажу Важно эти темы не замалчивать и не откладывать их на потом То есть некоторые родители говорят Вырастешь, узнаешь Или там Потом расскажу Да, потом расскажу И у детей еще более любопытство просыпается Что это за тема такая, о которой нельзя сразу рассказать и поговорить На самом деле половые органы – это такие же части тела, как и другие И о них тоже важно говорить и объяснять ребенку Почему там мальчики отличаются от девочек Что мальчики вырастают мужчинами Они становятся потом папами Девочки вырастают женщинами Они рожают детей, они становятся мамами И для этого у женщин есть все для того, чтобы потом выносить ребеночка Да, соответствующие органы Родить и выкормить То есть да, в более раннем возрасте просто что У нас есть особые органы для того, чтобы выносить ребенка Допустим, можно так сказать Вот В более старшем возрасте, уже в возрасте 5 лет Уже можно объяснять, что там Как называются эти органы Что у мальчиков есть пенис У девочек есть вагина То есть важно вот это говорить Потому что родители действительно этого стесняются И даже вот самих этих слов И они начинают смущаться, краснеть А ребенок не понимает А что в этом такое неловкое и неудобное То есть ребенок на самом деле может любую информацию принять Это от родителей зависит Насколько она будет запретна для него Вот Есть также вот для более старшего возраста Книга, которая мне очень нравится Давай поговорим про отношения Она вот как психологами написана Вот авторы тоже Харрис и Эмберли Она американская, конечно Там зарубежная В Америке вообще вот принято Половое созревание Вот половое воспитание Начинать буквально с раннего возраста И мне кажется это очень правильно Потому что у них нет каких-то запретных тем И дети не узнают это От каких-то более старших сверстников Допустим, более старших детей Вот Можно почитать книжки Потому что даже бывает У взрослых образованных родителей Не находятся слова Как же поговорить с ребенком Именно вот о сексе Об отношениях Поэтому лучше, наверное, прибегнуть к такому варианту Но ни в коем случае не давать это для других То есть не оставлять вот эти темы для других Что кто-то тебе расскажет Да, что там вырастешь, узнаешь Или там сходи к папе И пусть папа тебе расскажет Да, мама перекладывает Папа тоже А что, я не знаю на эту тему Вообще ничего К маме, к маме Со всеми вопросами Вот, кстати, про гендер Да, вот хорошо, что вот упомянули То есть важно, чтобы мама говорила Например, с дочкой Если есть такая возможность А папа с сыном Потому что все вот эти физиологические особенности Созревания Все-таки лучше услышать от родителя своего пола Это будет меньше смущений Это будет более адекватно воспринято ребенком Что папа объяснит Что вот я, да, взрослый И у меня, соответственно, формируется тело так Что мама, она объяснит Как у нее формируется тело И что бы мне хотелось еще сказать В теме полового воспитания Важно вот ребенка буквально с раннего возраста Приучать к тому, что границы его тела Они вот как бы священны И они недосягаемы Потому что сейчас очень много еще Моментов, связанных с педофилией, например И важно ребенка раннего возраста Учить правилу трусиков Вот как называют некоторые психологи Что никто не смеет прикасаться К твоим половым органам Там, да, никто из чужих И никто там даже из каких-то там Дальних родственников и так далее То есть некоторые родители спрашивают Как же тогда мыться Вот можно учить уже в возрасте с трех лет Мыться ребенку самому Потому что он уже осознает границы своего тела Его можно показать, научить Давай, делай так Ну, наблюдая там, например Но чтобы он сам это делал Потому что в моей практике тоже был Мальчик восьми лет Которого еще подмывала мама И он от этого испытывал Очень большую неловкость То есть он уже понимал Что разный организм, разное тело А вот как бы тем не менее Продолжалась такая история Хорошо Вот когда ребенок задает эти вопросы Мы почитали книги Мы смело с ними поговорили На все вышеперечисленные темы Но вот еще можно как вариант Посмотреть, например, мультфильмы Есть мультфильмы такие опознавательные Очень красочные Или прямо даже есть компьютерная такая графика То есть вот как сперматозой встречается с яйцеклеткой И процесс зарождения И потом уже до самого процесса родов Причем это все сделано Вот в такой хорошей, обучающей Как раз для детей форме Это очень красиво смотрится И когда, например, я своему младшему сыну Показывала этот фильм Он был уверен, что это как раз Фильм только про него Что теперь Ну, наконец-то вы мне показали фильм Как я появился на свет Причем это все сделано Под очень красивую музыку Рекомендую Вот у меня даже, по-моему, где-то В социальных сетях, да, выложено это видео Я думаю, что если вы найдете Загляните, то посмотрите обязательно С удовольствием Есть сказка про сперматозоиды Яйцеклетку тоже можно найти, почитать Просто она тоже такая очень интересная, красочная И доступна для детей Да, и доступна То есть вот важно действительно давать такую информацию Которая детей бы не шокировала Потому что бывают тоже такие случаи Когда дети узнают, например, уже в школе О том, что вот это происходит И узнают это в грубой форме Когда им показывают какие-то порно-ролики и так далее И для них уже отвратительно Вот сама эта тема становится Поэтому вот про возраст Еще хотелось бы тоже сказать Что все-таки до 7-8 лет Важно эти темы объяснить ребенку Чтобы он уже шел в школу Идя в школу Да, он не столкнулся с какой-то новой информацией То есть ему там спросят А ты знаешь там вообще Что делают твои мамы с папой Как ты вообще появился Они уже там, например, скажут, что да, я знаю Ну, то есть, допустим Вот дальше идет в школу И вдруг понимает Что, боже мой, кругом есть девчонки Или там, если девочка, что мальчишки И как-то надо с ними общаться А потом еще и накрывает любовь Да, первая влюбленность И об этом тоже надо говорить с детьми Или же мы просто наблюдаем, как родители Ну да, проживает Ну да, появилась девочка Ну да, там еще что-то Или же все-таки мы тоже готовим ребенка к тому Что процесс чувственной любви Это нормально Важно, конечно, говорить с ребенком На такие темы, как Что такое любовь Что такое симпатия Что есть градация наших чувств Что есть симпатия, например Которая перерастает во влюбленность Которая затем перерастает в любовь Чтобы ребенок понимал вообще, что такое любовь Потому что бывает, что дети, которым это не объясняют Они считают, что Ну, любовь это когда за тобой ухаживают, заботятся Или покупают тебе игрушки Допустим, вот у них такое детское восприятие Что вот они вот Как вот мама с папой там за мной ухаживали Вот значит, вот так и должны за мной, допустим Вот, все-таки вот в этом смысле тоже могут помочь Сказочные истории, книги И о любви важно говорить и в дошкольном возрасте Потому что это вполне такое благородное, красивое чувство О том, что любовь бывает разная Что бывает любовь к природе Бывает там любовь к родине Бывает любовь к родителям Любовь к мужчинам и женщине, например Вот тут тоже такие книги есть Например, Михаила Андрианова Философия для детей Там целая серия книг И там в такой сказочной форме В различных историях Рассказывается о том Вот что такое любовь вообще там, например Как вообще с ребенком поговорить об этом Ребенок хорошо очень воспринимает Что-то на персонажах То есть когда он наблюдает за какими-то сказочными персонажами Он понимает, что такое любовь Как это вот зарождается и появляется И на мой взгляд там очень правильно Давай еще раз повторим Михаил Андрианов Андрианов, да Философия для детей Беседы о высшем и о воле Да, то есть есть там разные серии книг Там беседы о нравственности Есть беседы о Боге И вот важно действительно Вот какие-то части книг Их можно скачать в интернете Они тоже доступны, можно купить Вот И есть также разные сказочные истории Там, например, Добрые сказки Серия книг тоже Шарыгиной То есть можно вот приобрести столько сейчас литературы Чтобы почитать вместе с ребенком и это объяснить Но также можно обойтись и без истории В принципе, можно рассказать самую главную историю для ребенка Историю, как полюбили мама с папой друг друга Чтобы он тоже на этом примере понимал, да Что такое любовь между мужчиной и женщиной Имеется в виду И можно вот сказать, как вы познакомились Как встретились Как происходили ухаживания Как вот вы понимали, что такое любовь Что это такое теплое чувство Зарождающееся где-то, например, там в груди Или вот какой-то трепет Кто-то сравнивает с бабочками Там порханием бабочек в животе То есть разные примеры Можно на детском, опять-таки, языке объяснить Что это там или на щекотку похоже Или на что-то такое Очень такой приятный процесс Приятные чувства И что это часть всякой-таки нашей жизни Что без любви мы бы, наверное, не чувствовали вкус жизни В таком качестве, в котором, например, мы это ощущаем Например, даже элементарные вещи Когда у тебя есть любимое блюдо Да, то есть, да, что ты любишь больше всего И почему ты сейчас из всего этого класса, например, выбрал именно эту девочку Да, или именно этого мальчика Что тебе нравится в ней Потому что все-таки, действительно, мы выбираем человека Который нам чем-то привлекает, нам чем-то близок Там, да, например И мы выбираем его все равно по каким-то качествам определенным То есть важно тоже с ребенком это обговорить Потому что, чтобы не было такого, что вот Ребенок выбирает, например, по каким-то внешним признакам Только, исключительно Или что вот эта девочка У нее самый дорогой телефон в классе Вот она мне нравится, допустим Да, и еще такой момент Да, ну, конечно, мы можем тут спорить Да, спорно, но тем не менее Как специалист, работающий с подростками, с суицидами Я все-таки сторонница о том Что нам необходимо, родителям, проговаривать Что любые отношения Вот если, например, ты там полюбил сейчас мальчика или девочку В этом возрасте Это не значит, что вы, может быть, всю жизнь будете с ним вместе Да? Что любые отношения, они зарождаются Они развиваются И они имеют свойство заканчиваться Вопрос, когда они будут заканчиваться Это, конечно, дело уже Как старались оба человека И как были заинтересованы в этих отношениях Но чтобы не было у ребенка осознания Что вот эта первая любовь И если вдруг она была неразделенной Или если вдруг она оказалась Не столь удачной, как ему бы хотелось Чтобы она для него не стала трагичной Что дальше будут другие люди встречаться на твоем жизненном пути И ты будешь к ним испытывать симпатию А от симпатии ты будешь, может быть, переходить в состояние влюбленности и любить И на самом деле мы, взрослые люди, говорим о том Что люди, встречаясь по жизни Они имеют свойство разлюбить друг друга И мы имеем на это право Если отношения сошли на нет Если они не приносят радости Если они не приносят тебе всего того Что ты от них ожидал Ты имеешь право идти в другие отношения В новые Потому что ты так-то рожден быть счастливым И просто некоторые родители говорят Ну вот если мы будем эти вещи проговаривать С нашими подростками То тогда не будет вот этой чистоты, святости, еще чего-то Но я всегда говорю, что в то же время мы должны давать адекватную информацию ребенку Чтобы он не думал, что вот все, если меня Маша сейчас разлюбила То больше мне нет смысла жить Да, конечно И то, что ценность отношений, конечно, не в том, что их можно там сменить на другое, на что-то там То есть вот и важно как бы говорить с ребенком о том, что вот да Тебе вот с этим человеком там, например, хорошо Тебе вот с этой там девочкой или с мальчиком там, например Интересно Интересно, да, общаться Тебе с ним комфортно там, легко Вот с другим человеком может быть тоже хорошо, но по-другому То есть там, да, что можно тоже это объяснять Некоторые там мамы на своей жизни там объясняют Там у кого, например, тоже были какие-то юношеские отношения Первая любовь, они тоже говорят, что вот Да, первые чувства, они бывают часто конечны То есть они, бывает, часто проходят, потому что еще плохо вы представляете себе отношения И вообще, что с этими чувствами делать дальше, да? Да, то есть еще как-то вроде бы такое состояние, что хочется любить, а кого кого, то есть Вот И что вот опять-таки с детьми надо разговаривать, что это нормально, да Это по возрасту потребность, она хорошая потребность, да И ее необходимо прожить Да, и вот очень все-таки ценно, когда родители делятся своим опытом жизненным Потому что ребенок понимает, что то, что он испытывает, это вполне нормально Это проходили мама, папа Что в этом нет ничего стеснительного Что я могу маме, папе довериться, если у них уже есть опыт в этом Вот И это мы тоже говорим про доверительные отношения, да Когда уже ребенок понимает, что он со своими чувствами пойдет не к сверстникам рассказывать там, например, не к подругам Ну или с ними тоже поделится, но и с родителями тоже То есть родители будут знать, что происходит вот внутри, во внутреннем плане у ребенка Да, и, наверное, если мы уже сейчас заговорили о любви, да Очень важно, чтобы родители тоже проговаривали, что на законодательном уровне у нас закреплена, да Такая база, что до 18-летнего возраста Все, что связано с сексуальными отношениями, это у нас под запретом Да, чтобы дети понимали всю ответственность за свое собственное тело, за свой процесс взросления И мальчикам и девочкам важно это говорить И важно объяснять, что под запретом почему Потому что все-таки всегда запретный плод сладок, да И чтобы дети понимали, что этот запрет, он не голословный, он не пустой Он на самом деле имеет свои основания Что еще тело наше недостаточно сформировано до 18 лет Что если девочка в этом возрасте беремене, то она может сооткнуться с какими-то трудностями, например, вынашивания ребенка Что мальчик может понести уголовную ответственность, например, за это То есть важно вот это объяснять И, конечно, вот в таком моменте, связанном с любовью, важно говорить еще заранее уже о предохранении О том, что вот, да, есть такие болезни, которые передаются через половой контакт там, да И то, что очень легко ими заразиться, важно предохраняться, когда уже вот там, например, ты станешь взрослым Вот Ну сейчас тоже многие уже как бы дети, они знают про это Они уже там наслышаны про разные истории Что действительно там некоторых мальчиков уже осуждали за вот такие вот половые отношения с девочками Поэтому, в принципе, тоже важно просто их упомянуть, можно привести какой-то пример Да, то есть это не запугивание, это просто информация Да То есть мы информируем наших детей об этом Потому что очень многие, да, когда сталкиваешься с жизненными историями Очень многие даже не подозревали, что, ну ведь я ведь ее люблю Да, и это так естественно, да, что это могло быть на законодательном уровне даже, да, потом обернуться для него целой трагедией Ну что, сегодня мы говорили в программе «Практическая психология» о вопросах, которые весьма и весьма сложны бывают и для родителей, и иногда даже для детей И помогала мне раскрыть эту тему Екатерина Куклина, спасибо вам большое, Катя Спасибо Да, ну а мы всем желаем здоровья, любви и счастья Это была программа «Практическая психология» Практическая психология